Так, всем добрый вечер, рада приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре по красоте, но для начала давайте проверим связь. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если и видно и слышно хорошо. Отлично, вижу, что обратная связь пошла, видно и слышно хорошо, тогда мы будем начинать наш сегодняшний вебинар. Вебинар сегодняшний наш посвящен красоте, а именно это декоративная косметика, и макияж лица. И я хочу представиться, меня зовут Бирюкова Наталья, сегодняшний вебинар я буду проводить первым. Время, потому что на данном поле у нас происходит уже 10 лет, подготовительный этап прошел. И сейчас, конечно же, профессиональный ведережец, менеджер компании «Рекомендую Семьер» готовит нашу модель. И, конечно, так, фонит, хрипит, шумит. Давайте чуть-чуть сейчас устроим. А сейчас как, скажите, меня слышно? Чуть-чуть я убрала громко. Сейчас получше? Чуть тише, громко говорю. Отлично. Видите, как? Сейчас мы сделаем настройки, чтобы вам всем было хорошо, меня слышно. Отлично, вот так вот, скажите, сейчас получше, не шумит, не хрипит, ничего. Хорошо. Отлично, лучше. Все, значит, мы начинаем наш сегодняшний вебинар. И, как я уже сказала, сегодняшний вебинар посвящен красоте. Все мы, девушки и женщины, хотим быть красивыми, да, хотим быть уверенными в себе. Но, конечно же, когда мы приходим выбирать декоративную косметику, то зачастую, конечно же, стоит вопрос о том, что нужно, как нужно, да, и, конечно же, как это все для себя, любимой, применить. Ну и, конечно же, сегодня мы узнаем про все вот эти вот секреты, тонкости и нюансы, как же для себя, любимой, выбирать декоративную косметику. Чуть-чуть, наверное, вернемся к истории, потому что, если говорить декоративная косметика, и вообще, в принципе, когда мы произносим слово косметика, наверное, у всех сразу всплывает на уме, это, конечно же, косметика декоративная, да, потому что, когда говоришь косметическая компания, опять-таки, все почему-то сразу первое, что и о чем думают, это тоже декоративная косметика. И, конечно же, женщины из покой веков, да, очень много тысяч лет назад тоже хотели быть красивыми и придумывали всякие хитрости, карандашики, угольники. Какие там яблочки, да, воски различные. Вот, но сейчас, конечно же, 21-й, наша любимая компания, конечно же, дарит для нас огромное количество всех тех продуктов, которые мы можем использовать для своей красоты. Почему именно декоративная косметика, и, вы знаете, я очень люблю говорить о нашей именно декоративной косметике, произошло именно на вот таком вот мастер-классе, на классе по красоте, когда делали макияж, и когда я наблюдала, как много слоев накладывают, как много продуктов используют. Но когда я увидела в результате тот образ, который был сделан, я, честно говоря, даже не поверила, что вот очень много всего делаю, да, но на лице это совсем не отображалось. В тот момент я сама не пользовалась практически декоративной косметикой, у меня была одна тушь, маминой тени там какие-то коричневые, да, и, в принципе, ну, как бы больше ничего, какой-то блеск для губ. Вот, конечно же, придя в компанию Reflame, сейчас у меня не одна косметичка, скажем так, с декоративной косметикой, да, ее стало и становится с каждым каталогом намного больше, и, конечно же, наша компания нас балует каждый каталог новинками. Кстати, я вас хочу попросить, чтобы было вам удобнее работать, потому что я буду делать кое-какие акценты на продукты этого каталога, поэтому, чтобы вам было легче ориентироваться, возьмите себе в руки действующий каталог, чтобы смотреть и по стоимости, и наблюдать этот продукт в каталоге, о котором мы будем говорить. Конечно же, декоративная косметика – это тот продукт, который легче всего предложить девушке и женщине, потому что сколько бы у нас ни было помада, следующей лишней не будет, новый оттенок, новая текстура и так далее. Но, конечно же, если говорить о декоративной косметике, то я хотела бы, чтобы вы вспомнили прошлый наш вебинар, потому что по вторникам вечером мы всегда говорим о красоте, и Елена Левша давала отличный вебинар по нашей серии и категории на вейдж. Прежде чем приступать к декоративной косметике, вы, конечно же, должны думать о том, насколько кожа на вашу кожу, насколько вы подготовили вашу кожу к нанесению декоративной косметики. Вот Людмила, прежде чем, конечно же, начинать то действие, которое она сейчас делает, она подготовила кожу. Она ее прежде очистила, протонизировала, нанесла дневной крем. Наша крема не служит отличной основой под макияж. И, конечно же, только после этого она приступила именно к ровному тону. Вот сейчас, в данный момент, как раз она наносит, уже выравнивает тон и наносит тональную основу. Если смотреть, простите, на классификацию нашей декоративной косметики, то у нас есть три основных направления, которые, конечно же, нас радуют своей палитрой. Это самая роскошная, самая крутая наша серия, серия Giordani Gold. Серия Giordani Gold дарит нам всегда какие-то люксовые, брендовые запуски. Это та продукция, в состав которой входит не только декоративный какой-то элемент, но в состав всегда входят дорогие компоненты, которые омолаживают нашу кожу, выравнивают ее и дарят ей вот это вот сияние. Это, конечно же, наш бренд The One, который, конечно же, раз... Так, 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 что-то я не туда нажала. У меня ничего страшного. Сейчас полистаем еще раз, посмотрим все. Это наш бренд The One, который, конечно же, да, это балует нас. Каждый каталог, если вы листаете, он появился совсем недавно, полтора года, с конца 2014 года был ключевой запуск. Я чуть позже скину вам ссылочку в чат, чтобы вы могли посмотреть шикарный ролик о запуске этого крутого бренда. И каждый каталог мы видим, что компания балует нас новинкой какой-то из этой серии. Это, конечно, сейчас та серия, которую люблю очень я. И знаю, что наша команда, наши менеджеры, директора, они тоже любят, и абсолютно у каждого из вас, кто попробовал хоть раз коллекцию The One, появится свой любимый продукт. И, конечно же, эта серия Very Me, она более молодежная, более легкая текстура, более яркие оттенки, да, в той палитре, которую представляет нам компания. Ну и, конечно же, она более доступная по цене. Каждый из вас может выбрать тот продукт, который подходит именно вам. Ну и, конечно же, не только по цвету, да, но и по тому ассортименту, который представляет наша бренда. Основные этапы макияжа, да, что сегодня и, в принципе, каждый из вас после ухода за лицом, переходя в декоративную косметику, что вы можете сделать с собой, да. Первый, конечно, элемент, то, что мы используем, это основа под макияж. Основа под макияж, она выравнивает тон лица, дает такую очень красивую силиконовую основу, силиконовую текстуру, и у нас в компании, конечно же, таких продуктов есть, и я буду сегодня показывать, да, но вы должны понимать, что абсолютно в каждом бренде, про который я говорила, это и The One, и Very Me, и Giordani Gold, есть тот продукт, который, конечно же, помогает нам выровнять тон лица. Следующее, это основа под макияж, и, конечно же, основа под макияж, вот здесь вот самое важное, подобрать тот тон, который нам подходит, да, и из той коллекции, из текстуры, которая нам нравится. Корректирующие средства, пудра, взгляда на бронзах, конечно же, потом мы переходим к макияжу глаз и завершаем макияжем губ. Прежде чем мы приступаем к макияжу лица, нашего лица, да, то, конечно же, мы должны подготовить инструменты. И я уже говорила вам, да, чтобы вы взяли каталоги, в действующем каталоге как раз-таки те инструменты, которые есть, и в нашей компании они на самом деле классные, они крупные, из натурального ворса, они требуют очень легкого ухода, да, вот на этом развороте, страничка 128-129, вы можете открыть и обратить внимание, что абсолютно все эти инструменты, которые вам нужны для процедуры нанесения макияжа, они все есть в нашем каталоге, это кисти, спонжи, причем для корректоров, для тональной основы, для бровей, для нанесения теней, абсолютно каждый инструмент, который вы используете, вы можете найти, конечно, в нашем каталоге. И в этом каталоге, еще раз повторюсь, до субботы вы можете приобрести для себя этот продукт с хорошей скидочкой. Основа под макияж, да, мы переходим к первому этапу, у тебя продукты, которые есть, что она дает? Очень часто путают основу под макияж и тональную основу. Основа под макияж, она бесцветная, она дает нашей коже такую вот, ну, как ровную текстуру, она заполняет наши клеточки, морщинки, дает гладкость, шелковистость, и по цвету она такая чуть-чуть даже перламутровая. Очень классно использовать, когда вы делаете возрастные макияжи после 35-40 лет, я бы рекомендовала абсолютно всем использовать основу под макияж. Она дает еще возможность экономить вашу и тональную основу, да, и тональную основу, вы будете наносить просто более легко. И кроме этого, она очень классно закрепляет ваш макияж, дает ему стойкость. Если вам нужно с утра до вечера выглядеть потрясающе, да, чтобы нигде ничего не растеклось, не потекло, то, конечно же, тоже используйте основу под макияж, потому что именно она дает стойкость вашему макияжу. Ну и за счет ее легкой текстуры она очень классно увлажняет кожу и подходит особенно тем, у кого сухая кожа. Следующий этап – это тональная основа. Дочка, вы сейчас что думаете? Бренда тоже, да, корректируется? Отлично. Тональная основа, конечно же, вот здесь вот есть вопросы именно с выбором оттенка. Тональная основа, она должна не абсолютно не видна быть у вас на лице. И, конечно же, это тоже очень важный момент, потому что если вы неправильно выбрали тональную основу, и даже идеальная текстура этой тональной основы, она, конечно же, будет выдавать. Тональная основа, почему она не должна быть видна на лице? Потому что абсолютно все окружающие вас люди, да, они должны считать, что это ваш естественный, ровный, красивый цвет лица. Тональная основа, прежде всего, она должна вам подходить идеально по тону. И второй момент, конечно же, немаловажный – это текстура. В зависимости от того, какой у вас тип кожи, сухая, комбинированная, жирная, да, в зависимости, насколько увлажнена кожа у вас или обезвожена. Вы смотрите, насколько разные текстуры. Для этого, конечно же, в расисте в конце вы можете посмотреть пробнички по оттеночкам, вы можете посмотреть, заказать себе пробничек, определиться с текстурой. Либо, если вы находитесь в городе Витебске, то вы можете, конечно же, прийти к нам в офис и потестировать, попробовать, потому что огромное количество тональных основ у нас есть в наличии. И вы можете хотя бы определиться и с текстурой, да, не только, вернее, с текстурой, но и также можете подобрать для себя тон. Ну и, конечно же, тональная основа. Классно здесь тоже учитывать именно момент нанесения, потому что очень часто, особенно сейчас, когда ты знаешь, как правильно нужно делать, да, как правильно наносить, конечно, ну, чаще всего, когда наблюдаешь, как это делают неправильно, какие ошибки совершают другие люди, да, то понимаешь, почему она видна, почему на лице какие-то шероховатости и так далее. Вот сейчас хочу вам задать вопрос. Скажите, кто из присутствующих здесь сегодня на вебинаре пользуется тональной основой? У нас сегодня 40 человек, да, вот из 40 человек, тут у нас все девушки, да, так, пользуются, пользуются, да, вижу. Хорошо, пользуются много, хорошо, а тогда по-другому. А есть те, кто не пользуется тональной основой вообще? Или там редко, допустим, там на праздники на какие-то, там, вот не каждый день есть такие, кто не пользуется тональной основой? Так. Не пользуется, да? А вот вопрос тогда тем, кто не пользуется. Скажите, почему вы не пользуетесь? Ну, есть абсолютно разные ответы. Не пользуются, потому что не могут там оттенок подобрать. Вот Елена не всегда пользуется, да. Я вам могу сказать честно, что до прихода в Риклейн я тоже не пользовалась тональной основой. Я считала, что это плохо, что, вот, Ольга пишет, кожа хорошая, да. Я считала, что это плохо для кожи, что кожа не дышит, что это вообще на самом деле некрасиво, да. Потому что у меня подобрать оттенок вот Светлана не может, да. Чаще всего, кстати, это вот происходит, когда мы не можем подобрать оттенок. Потому что однажды я попробовала тональную основу, я нанесла ее на лицо, у меня появилась как такая вот силиконовая маска на лице, да. И я вообще ходила и думала, ну, вот как это вообще женщина считает, что это красиво, да, и вообще, ну, как бы это ужасно. Ну, я тоже считала, наверное, что у меня кожа хорошая. Посетив, конечно же, и прослушав огромное количество обучений, косметологов наших и визажистов, да, я убедилась в том, что тональной основой нужно пользоваться, ративный какой-то эффект, да, выравнивает тон лица, делает наше лицо более привлекательным, более ровным, более ухоженным. Но это тот продукт, который защищает нашу кожу. Это тот продукт, который несет, вот, как одежда, которую выносит, да, когда вы ходите по улице, вся пыль, грязь, которая седает, она седает на тональной основе. И вечером, когда вы приходите и снимаете макияж с лица, вы убедяете, и ваша кожа защищена. То есть она как защитный такой вот слой между окружающей средой и, конечно же, вашей кожей. Поэтому, если вы хотите сохранить вашу кожу на долгие годы молодой, красивой, то, конечно же, используйте тональную основу каждый день. Кроме этого, тональная основа, если вы посмотрите на тональных основах, есть такие волшебные буковки как SPF. Очень много. И, конечно, сейчас тоже, если посмотреть, и коллекция The One, да, это стойкая тональная основа. Можете открыть сейчас тоже страничку. Так, тональная основа у нас от Удра из коллекции Джордани, из коллекции The One. Страничка вот 130-131, кто смотрит. Сейчас на хорошей скидочке идёт только тональная основа, матирующая. И там тоже идёт очень хороший фактор защиты от солнца, SPF 20. Я могу сказать, что не все крема, даже солнцезащитные содержат такую большую защиту. Поэтому, однозначно, мой ответ – да, тому, что тональную основу нужно использовать как защиту абсолютно каждый день. И, конечно, в каждой серии вы можете подобрать для себя тот продукт, который подходит именно вам. Следующий этап – это корректирующие средства. Средства, которые мы можем использовать абсолютно тоже разных коллекций. Вы видите, что здесь представлено не одно, да, их огромное количество. Я даже не все могла сюда на этот слайд поместить. Для чего они нужны? Они скрывают наши недостатки кожи, предметные пятна, которые, ну, как бы не удалось скрыть тональной основы. Тональная основа, она очень легкая по текстуре, да, она неплотно прям накладывается вот так вот, как маска. Ну, и, конечно же, если вы начнёте с помощью тональной основы пытаться скорректировать какой-то штрешок, который вы хотели бы, чтобы люди не заметили, да, то в этом пятне, наоборот, ну, как бы, скажем так, ещё больше будет вот гудто к тональной основы, да, по цвету. Поэтому вы можете эту проблему решить точечно, не используя скорректирующие средства. Можно брать палитру, можно брать от карандашек чайное дерево, и, конечно же, зелёным колпачком, там, парочка, палочка-выручалочка, это любимый мой продукт, который я использую постоянно, тоже им пользуюсь абсолютно каждый день, потому что есть небольшие пигментные пятна, вы его можете увидеть на странице 51 нашего каталога. К сожалению, сейчас тик-корректор этот идёт без скидки, да, но в любом случае вы будете знать, как он выглядит и кто захочет, в следующем каталоге себе обязательно его закажите, потому что он идёт со скидочкой, с хорошим. Так, Елена, у меня расположены близко сосуды, лицо часто выглядит красно, не знаю, какую тональную основу наносить. Очень хорошо перекрывает, если, ну, как бы, красные капиллярчики, то можно использовать, ну, в зависимости ещё, опять-таки, какой тон лица, у вас, да, по цвету надо определиться. Но в любом случае капиллярную цветку очень хорошо перекрывает, если присутствует жёлтый какой-то пигмент в тональной основе, поэтому вам нужно просто подойти, если вы видите, скидки подобрать, если нет, то можете выслать фотографию вашему директору, и даже по фотографии по вашей можно будет определить, ту тональную основу, из какой серии и какую текстуру вам подобрать. Вот. А в принципе, ну, как бы, если сухая, то можно использовать и VB, вот сейчас идут крема из коллекции The One, и CC с коллекции Giordani Gold, они более лёгкие по текстуре, но очень хорошо увлажняют нашу кожу, если кожа сухая. Но если кожа сухая, то, конечно же, нужно заботиться о том, как правильно за ней ухаживать и подобрать, прежде всего, серию комплексного ухода именно в соответствии с вашим типом кожи. Ну и, конечно же, корректирующие средства, как я уже говорила, они не только скрывают какие-то недостатки на нашей кожи, да, но мы можем ещё и убрать репоплости вокруг глаз, скорректировать форму нашего лица, если есть такая проблема, как тёмные круги под глазами, да, конечно же, это классно, когда ты это видишь вживую, когда это при воплощении происходит на твоих глазах, да, мы проводили такие вот вживую, скажем так, мастер-классы большие, и даже те люди, которые приходили к нам на мастер-класс, они приходили не один раз, потому что всегда говорили о том, что мы не можем, чтобы они, конечно же, приходили не один раз, потому что они были в восторге и от того, что происходило, что делали с моделью, да, ну и, конечно же, они все были в восторге от того, что они каждый мастер-класс узнавали что-то новое для себя, приходя домой, применяли это на практике, ну и, конечно же, потом, когда ты чувствуешь себя перед зеркалом более красивой, да, тебе больше стал нравиться твой тон лица, больше нравится стала там твоя форма лица, которую ты смог скорректировать правильно, ну, конечно, выходя на улицу, мы чувствуем себя более уверенными. И следующий этап, завершающий уже именно в корректировке нашего лица, это пудра. Пудра бывает абсолютно разная, бывают пудры компактные, бывают пудры рассыпчатые, здесь вы тоже выбираете то, что для вас удобно, то, что комфортно. Я каждый день использую рассыпчатую пудру из коллекции The One, сейчас ту не дождусь, когда она уже будет на скидке, потому что давно уже ее не было ни в прошлом, ни в позапрошлом каталоге не было ее на скидке. Люблю, конечно же, рассыпчатую пудру из коллекции Giordani Gold, ее сейчас видите тоже на экране, потому что она идет со светоотражающими частичками и та-та, да, но в коллекции Giordani Gold там еще идет и кисть. То есть эту рассыпчатую пудру ее даже удобно брать с собой в дорогу. А чем отличается рассыпчатая пудра от компактной? Компактная, она, конечно же, она более плотная по текстуре по своей, да, и, конечно, если мы находимся где-то в дороге или там вот нам нужно срочно припудриться, да, где-то, то, конечно, удобнее использовать компактную пудру, нежели достать рассыпчатую пудру, достать зеркало, достать отдельно кисточку, да, но в любом случае, даже когда я пользуюсь компактной пудрой, я никогда не использую тот пудрик, который лежит там внутри, я использую кисть, потому что кисть всегда дает более тонкое нанесение, более естественное, скажем так, равномерное распределение, и пудру, когда вы выбираете, вы не старайтесь выбрать там пудру по оттенку, но, как говорят, я не пользуюсь тональной основой, я пользуюсь только пудрой, да. То есть, опять-таки, если есть обязательные этапы нанесения декоративной косметики, то, конечно же, лучше использовать все то, что у нас есть, поэтому вначале вы наносите тональную основу, которая выравнивает тон лица, да, и потом вы закрепляете это все пудрой. Пудра, она дает просто, здесь вашему лакияжу, она не должна нести в себе цветовое какое-то решение, поэтому лучше всего использовать вообще рассыпчатую пудру, либо компактную пудру, вот коллекция Giordani Gold, компактная пудра, там тоже есть прозрачная тена, лучше использовать прозрачная тена, тем более, если вы зимой и летом имеете разный цвет кожи, да, если вы хорошо загораете у вас, допустим, зимой более бледный цвет лица, зимой более темный, да, то, конечно, тут тональную основу вы выбираете по оттеночку где-то светлее, где-то темнее, а пудру вы можете оставлять прозрачную, но любую тональную основу она будет проходить идеально. Поэтому просто, опять-таки, дело вкуса, дело того, что вам больше нравится, дело привычки, опять-таки, да, потому что раньше я тоже пользовалась компактной пудрой, но потом очень быстро перешла на рассыпчатую, я ее очень полюбила и сейчас, конечно же, не представляю вообще, как можно использовать что-то другое, да, зато живут еще варианты компактных пудр, которые можно для себя приобрести. Ну и, конечно же, коллекция и Zuvan, и Very Me, и коллекция Giordani Gold есть компактные пудры, матирующие, которые, ну, опять-таки, придут матовость лицу и сохраняют это лицо на дольше матовым, больше подходят, конечно же, для тех, кого комбинированы и жирная кожа. И завершающий штрих уже именно вот такой вот анзат. Конечно же, с помощью вот этих вот продуктов вы можете изменить свое лицо, вы можете полностью его, скажем так, сконтролировать так, как вы это хотите. Вы можете сделать либо его более круглым, либо вытянутым. Вы можете сделать идеальную форму с помощью вот этих вот продуктов. Первый продукт – это бронзат из коллекции Giordani Gold. Это тоже один из моих любимых продуктов. Я его использую каждый день. Никогда без него не обхожусь, да, наношу его сразу на тональную основу. Делаю вначале контур лица, да, и потом только уже закрепляю все другое. Последний вот этот вот оттеночек идет, да, такие румяна-хайлайтер. Их тоже отлично использовать. Их там три оттенка – перзиковый, розовый, темно-розовый, да. Оттенки в соответствии с вашим цветом лица, с типом кожи, с вашим цвета типом, да, вы можете, конечно же, для себя подобрать какой-то из этих оттенков и сделать более, скажем так, мягкие черты лица, сделать тот контур, который вы для себя хотите, да, и подчеркнуть ваша вал лица, сделать тот идеальный контур, к которому мы все стремимся, да, скрыть то, чего мы хотим скрыть, да, и, конечно же, добавить, наоборот, ну, как бы высветлить, чтобы наше лицо стало еще более таким идеальным. Вот. И, конечно же, в завершении это легендарный продукт, это тот продукт, который мы любим все, это румяна в шариках, тот продукт, без которого мы тоже не обходимся, это настолько долгоиграющий продукт, его все любят, без него никто не обходится. И, конечно же, один из первых продуктов декоративной косметики, который уже практически 40 лет сопровождает две уши, делает их более красивыми и привлекательными. Поэтому обязательно всем рекомендую себе этот продукт в косметичке, обязательно приобретите, вы в него влюбитесь, будете им пользоваться очень долго и, конечно же, получать от него удовольствие. Но здесь тоже, конечно, нужно использовать румяна в шариках правильно. Никогда не заканчивается, это точно видно, да, то, что продукт этот невозможно его закончить, вот прям вымазать все шарики до конца. Ну, и, конечно же, румяна в шариках, их нужно правильно наносить, правильно использовать для того, чтобы мы могли получить не щечки, как у матрешки, хотя, конечно же, при правильном использовании вы просто берете кисть, наносите, обмакиваете, вот так вот прям смешиваете все шарики и наносите их на самые выступающие черты лица. Для этого нам нужно улыбнуться, определить выступающую часть на своем лице и с помощью нашей кисточки сделать их надвижениями себе вот такой вот отличный контур. Ну, и, конечно же, органы, они придадут яркости и более такой естественный цвет лица. Когда мы закончили с нашим тоном, мы выровняли тон нашего лица, ну, и, конечно же, мы переходим к макияжу. Здесь золотое правило, прежде чем приступать к макияжу глаз, к макияжу губ, да, вы должны определиться, во-первых, какой вы будете делать, какой вы будете делать макияж, не иной макияж или вечерний макияж. Вот сегодня, Людмила, у нас сегодня другой макияж, у нас вечерний, видите, ваша модель, сегодня пойдет еще больше? Не знаю, ну, вот видите, все зависит от того, какой макияж сегодня сделает Люда, и наша модель тоже может сегодня куда-нибудь отправиться. Вот, конечно же, отправиться. Вот видите, девчонки уже решили, что они точно куда-нибудь отправятся. Люда, вы делаете сегодня, кстати, на губах? Как вы у нас видите? Ну, вообще, в вечерний момент, правда, и глаза, и губы в разные степени, да, играют. Вот, да, ну, вы, что вы делаете на глаза, ну, как вы думаете? Вот, отлично. Вот, значит, сегодня у нас будет акцент на глаза, мы увидим яркие выразительные глаза, но наша визажист сказала, убедила нас в том, что буду точно не забыть, поэтому, конечно же, будем смотреть, что мы получим в итоге в завершении. Вот, ну, мы определились с тем, что мы получаем, и прежде чем приступать к макияжу глаз, хотела, кстати, интригу сохранить, но уже открылась лайк, вы уже видите, конечно же, прежде чем приступать к макияжу глаз, первое, с чего мы начинаем, это наши брови. Конечно же, брови – это один из самых важных элементов. Мы нам потом модель покажете поближе, ну, конечно, покажем. Надо было вам до ее вначале показать, а потом после. Вот. Брови – это, конечно же, один из самых важных элементов, когда вы приступаете к макияжу глаз. Потому что на самом деле брови определяют наше настроение, да, вот с помощью, скажем так, неправильной формы или, опять-таки, насыщенного цвета, да, или то, как мы это делаем, мы можем сделать свой вид немного, там, удивленный или не совсем умный, или, там, не совсем веселый, да. То есть, ну, с помощью только линии бровей мы можем, ну, скажем так, вот, определять вот эти вот многие моменты. Ну, и, конечно же, в нашем каталоге очень много продуктов, которые позволяют нам придать нашим бровям форму. Это инки, вот карандаш, вот этот вот маркер из коллекции The One тоже. Я не знаю, видели ли вы его, не видели, но это, на самом деле, крутой продукт, который в этом каталоге идет с огромной скидочкой. На странице 34 вы можете обратить внимание, что этот маркер идет с очень хорошей скидкой. Поэтому, если кто-то думал о том, что пора бы мне тоже приобрести себе что-то для бровей, по нашей цене он, получается, по виду цене 94 тысячи. То есть, на самом деле, маркер, который не заканчивается, которого хватает очень-очень надолго, да. И, конечно же, я сейчас вам покажу тоже свой любимый продукт. Это вот такая потрясающая палитра для бровей, да. Вы ее видите тоже на картинке. И кто видел в чате, нет в наличии, да, Настя. Ну, может быть, к концу каталога появится. Это вот такая вот потрясающая палитра для бровей, да. Там идут два аппликатора внутри. Воск идет, цвет основной тонный и средний оттеночек. С помощью вот этой вот палитры это тот продукт. Честно говоря, вот я даже если макияж не делаю себе, если не наношу тональную основу, если я просто вышла из дома, я не могу выйти вот без бровей. То есть, брови это тоже, в принципе, наверное, одно из тех элементов, ну вот, которые я не могу. Хотя раньше я даже не обращала внимания на то, какой они цвета, какой вид, да. И, может быть, поэтому, ну, как бы, не всегда, скажем так, люди к нам могут подойти или обратиться, потому что наши брови выдают там или показывают, что мы там угрюмы, злые или еще какие-нибудь. Потрясающий продукт – это вот такой вот кондиционер тоже для ресниц и бровей. И это тот продукт, который каждый из вас мог приобрести по суперцене в прошлом каталоге или в этом каталоге на первой неделе он был. Я уже не помню. Наверное, на первой неделе был по акции «Наша весна», да, поэтому следите за этими продуктами. И вот этот вот кондиционер я тоже использую практически каждый день. Я его наношу под тушь, на ресницы. И если не нужно закрепить, да, если я хочу, чтобы мои брови до вечера создавали идеальную гиню, да, легкость, я тогда использую не вот эту вот палитре вот, да, а использую просто вот такой вот кондиционер для бровей, чтобы закрепить и сделать линию бровей идеальной. Поэтому выбирайте тот продукт, который подходит именно вам. Ну, конечно же, палитра вот этого вот набора для коррекции бровей – это тот продукт, в который я влюбилась сразу. Это тот продукт, который я использую всегда при макияже, причем всегда, не важно, там, невесте макияж, юбилей какой-то, еще что-то, не важно. Какого цвета брови, насыщенные черные или там, наоборот, светлые. То есть с помощью двух этих оттенков вы можете их смешать, вы можете смягчить цвет, вы можете эту палитру всегда использовать. Это тот продукт, который, конечно же, любим все мы, и я с уверенностью вам могу сказать, что абсолютно у каждого директора, наверное, и менеджера нашей компании такой продукт точно есть. Ну и когда мы уже скорректировали наши брови, конечно, мы уже решаем о том, какие тени мы выберем, какая текстура. Опять-таки, в зависимости от цветотипа девушки, которая у нас есть, мы используем… Да, видишь, Олеся, Денис тоже используется. Но я думаю, что это не Денис, это, наверное, Лена, потому что я знаю, что это тоже ее любимый продукт. Так, я опять перескочила, но ничего, сейчас мы начнем. Отлично. Тени для век. Когда мы определились с тем макияжем, дневной, вечерний или еще какой образ мы хотим создать, мы, конечно же, определяемся с теми тенями, которые для век сейчас есть. Мы видели, что в начале каталога огромные скидки на коллекцию 100% цвета, да, вот одиночные вот эти тени, которые тоже очень люблю, причем они есть как перламутровые, так и матовые. Их можно между собой, эти оттеночки смешивать. Я очень люблю, вот сейчас тоже на картинке вы видите The One, тени трансформеры, вот сейчас, ну я не знаю, видно или нет, у меня тоже они на глазах, я обожаю просто этот продукт, потому что, опять-таки, при различном нанесении, в зависимости, как вы наносите аппликатором либо пальчиком, да, они трансформируют свой оттенок так, как бы нам хотелось, становится более ярким, либо более, скажем так, менее блестящим, да, и эти оттенки тоже можно смешивать и делать потрясающий вечерний макияж. По правилам нанесения, как, конечно же, нужно наносить правильно тени на глаза, да. Первое, конечно же, мы берем всю область подвижного века. И наносим самый светлый оттенок. Самый светлый оттенок жирных, там, одних линий, да, кто-то, ну я вам могу сказать, что я такая была сама, была аппликатором, делала вот такую крючку одну, да, там, чуть-чуть где-то там, чтобы четких каких-то краев не было, и этого было достаточно, да. Конечно же, когда первый раз пришла на мастер-класс, и понимала, что я делаю все не так, да, совершаю очень много ошибок, то каждый раз, когда я приходила на мастер-класс, я училась чему-то новому, и сейчас, конечно, сама уже могу сделать макияж не только себе, да, но и на колках. Это раньше и руки тряслись, и боялась, да, но сейчас, конечно же, я очень это люблю, потому что, когда видишь, какая девушка приходит, потом уходит, да, разница до и после, мы даже фотографии делали, и многие даже себя не узнавали, или это не может быть, ну, как бы, что это я. Вот, когда мы растушевали очень хорошо светлый оттеночек, берем более темный оттенок и наносим где-то на две третьих века. Тоже хорошо растушевываем, вбиваем тот первый оттенок, самый светлый, который мы наносили, и третий оттенок, самый темный, мы выбираем и выделяем просто уголочек глаза, вот так вот, в форме бананчика, просто вот, ну, как бы, сверху вниз прорисовывая уголок, делая наш глаз более ярким. Чтобы наши глазки были более яркие, более красивые, более выразительные, конечно же, недостаточно только одних теней. Нужно использовать для себя, выбрать, подобрать тот оттенок, который вам нравится, либо опять-таки, по стойкости, против стури, то, что вы любите. Это, конечно же, потрясающие карандаши. Карандаши из коллекции The One, я сама люблю их, я сама пользуюсь каждый день, и страничка 132-133, вот, и посмотрите на этом заговороте, там есть как выкручивающиеся карандаши, которые вы видите сейчас на экране, так и карандаши, обычные, которые нужно затачивать, да, которые позволяют матовые, да, так и с цветом металли. Это дают вашим глазам такую яркость, такую выразительность, которую вы не добьетесь с помощью просто вот теней, да. Поэтому можно делать, пока мы еще молодые, да, и можем себе позволить, то, ну, в принципе, с возрастом, наоборот, нужно уходить, да, от черных каких-то карандашей, черных стрелок, делать глазки более, ну, смягчательнее, да, делать их более яркими с помощью вот таких вот цветных карандашей. Поэтому, если кто-то еще не определился, то выбирайте для себя карандаши. Если вы наверху используете цвет теней на контраст с цветом ваших глаз, то карандашик вы можете выбрать именно в цвет ваших глаз. То есть, если у вас глазки зеленые, вы можете выбрать зелененький карандашик и использовать его как на нижнее веко, так и добавить чуть-чуть еще и на уголочек верхнего века. Вот, поэтому выбирайте тот оттенок, который вы для себя хотели бы видеть на ваших глаз, тогда и, конечно же, до субботы у вас есть еще возможность приобрести его с огромной скидкой. И когда вы уже нанесли тени, когда вы сделали подводку карандашом, либо стрелки, либо просто, ну, как бы выделили ваши глазки, то, конечно же, нужно определиться с лучшей, которую вы будете наносить на результат. Конечно, здесь возникает проблема, и я вам могу сказать, что это действительно проблема для консультантов компании Reflame. Я не знаю, конечно же, как этот выбор делают наши клиенты, да, но мои клиенты, они опираются только на мое мнение, да, то есть, ну, вот то, что я им порекомендую, то они берут, потому что такого огромного количества туши, как у нас в каталогах, ну, то есть, на самом деле их очень много, и они действительно все классные. Ну, как я уже говорила, у нас у девушек, у нас же есть тоже такой момент, как привычка, да, выбрала одну, полюбилась одну, и вот все, больше пробовать не буду. Первая тушь, которую я очень полюбила в компании Reflame, это вот тушь Giordani Gold, она, кстати, сейчас на потрясающей скидке идет, я не знаю, обращали вы внимание на эту акцию или нет, страничка 41, и они, я даже удивлена, что этот продукт еще до сих пор есть в наличии, да. То есть, очень странно, что третья неделя каталога, ну, абсолютно каждый из вас может заказать, потому что вот буквально даже перед вебинаром пропускала заказ, включили на заказ две туши, и они прошли. Два потрясающих продукта, регулярная цена 216 тысяч, а вы можете ее заказать за 75 тысяч 500 белорусских рублей. То есть, на самом деле, такого классного предложения, его не дождешься, да, и эти два продукта, вот тушь, которая сейчас идет объемная, да, конечно же, это тот продукт, она была чуть-чуть в другой упаковке раньше, да, но это, в принципе, первый продукт, который я очень люблю, и первый продукт, с которым я познакомилась в компании Reflame именно из туши, да. Сейчас, конечно же, мой любимый продукт, которым я тоже пользуюсь в день, и вот у меня в косметичке даже сейчас с собой не лезут, это тушь пять в одном из коллекции The One, да, которая почему-то в компании пишут, что она идет у нас с эффектом металлика, да, ультрачерное мерцание, с эффектом мерцания, но я ее очень полюбила, и я могу сказать, что кто-то говорит, что она абсолютно не отличается от обычной туши пять в одном, да, но я почему-то вот, ну, как бы нашла разницу, и мне, ну, есть разница между той обычной тушей и этой, она какая-то даже по текстуре более жирная, и получаются объемными, удлиненными какими-то, да, и на самом деле очень красивые выразительные глаза. Правила нанесения туши, все мы, ну, конечно же, знаем, да, если мы хотим, как бы, сделать подвидих, либо хотим, допустим, удлинить, то есть, либо там, если у нас маленькие реснички мы хотим придать объемы, ну, конечно же, тоже зависит от того, какую тушь мы выбираем, да, и, конечно же, как мы этой тушью владеем, да, как мы ее наносим. Я здесь, ну, как бы, в пример выставила несколько образцов туши, которые у нас есть, да, но вы понимаете, что это, наверное, не одна десятая часть всего того, что предлагает наш каталог. Лучше, конечно, всего пробовать, да, ну, либо воспользоваться рекомендацией, опять-таки, вашего менеджера, директора задайте этот вопрос. Я уверена, что точно вам ответят, какой продукт дойдет именно вам, потому что мы уж точно использовали и испробовали их практически все, да, каждый раз, когда приходит какая-то новиночка, мы тоже пробуем, пользуемся, прежде чем запустить, и сами потом ходим, рассказываем, насколько этот продукт действительно крутой, насколько он классный. Конечно же, ресницы у всех разные, но мечта, это каждый девушки, женщины, я думаю, что вы со мной согласитесь, это ведь быстрее, красивый, но давайте предпочтите тушь и неудлиняющий тушь. Если у вас, наоборот, ну, как бы они длинные, но не хватает объемочек, наша прядь водома, она многофункциональна, она и объемная, и удлиняющая, и разделяет, и питает наши ресницы за счет своей формулы, поэтому, конечно же, если вы хотите и то, и другое, то отдавайте предпочтение туши опять в одном, и вы, конечно же, точно не прогадаете. Ну и второй момент, это, конечно же, еще зависит от того, какую кисть вы полюбили, какая кисть вам нравится, в главной ситуации ваша тушь, какую имеет кисточку. И следующий этап, мы опускаемся вниз и переходим к лакияжу нашей губы. Прежде чем наносить губную помаду, конечно же, вы должны подумать об оттенке, да, какой у вас будет тон помады, но, конечно же, прежде чем наносить губную помаду, вы должны приобрести контур для губ. Контурные карандаши можно выбрать метральные, светлые, блеские какие-то яркие губные помады, вы можете под каждую помаду подбирать тон. Тон контурного карандаша, он должен совпадать с тоном вашей помады, либо быть чуть-чуть светлее. То есть прошли те времена, да, когда, ну, я не знаю, вы, наверное, помните, когда женщины ходили там с розовым каким-нибудь контуром и с красной помадой, да, когда контур был темнее, ярче и вот, ну, он должен был выделяться, то контур, он, в принципе, должен просто закреплять, очерчивать и делать наши губы более четкими, да. Поэтому, конечно же, вот здесь вот вы тоже, ну, должны это учитывать и подобрать контурный карандаш, чтобы он подходил именно под вашу помаду. Ну, у нас есть нейтральные оттеночки, которые вы можете использовать под любую помаду, под красную, под бежевую, просто чтобы передать контур, поэтому вы можете выбрать нейтральный оттенок, который подходит абсолютно под все помады. Как же наносить контурный карандаш, да, как использовать это, правило нанесения. Вначале, если вы хотите, опять-таки, чтобы ваша губная помада долго находилась у вас на губах, можно чуть-чуть припудрить, то есть дать сокуни, текстуру, да, придать, скажем так, убрать жирность ваших губ. Для этого можно использовать ингредирующее средство, ну, и чуть-чуть припудрить пудрой. Это придаст именно стойкость. О, отлично, Юля. Юля видела одной контурной ручкой даже шарик, видите, подведен бумаг. Каждый извращается, как может, конечно, да. Ну, еще такого не практиковали на своем языке, но я думаю, что нам будет достаточно всех контурных карандашей, которые есть в нашем каталоге, и, конечно, к шариковой ручке мы прибегать не будем. После того, как мы припудрили наши губы, мы подобрали нужный оттенок карандаша уже, да, который сделает, ну, как бы более четкий наш контур. И, конечно же, уже переходим к растушевке. Значит, смотрите, здесь вот очень важно, чтобы не было четких линий, да, чтобы ваши губы, они вроде бы были четкие, да, но в то же время, чтобы они были естественные. Для этого нужно взять карандашик и нанести контур, а потом взять кисточку для губ и этот контурный карандаш растушевать к центру, чтобы четких линий никаких у вас на губах не было. И уже после этого, когда вы растушевали карандашик ваших, вы можете наносить уже легко вашу губную помаду. губная помада, она тоже лучше всего сохраняет тон, стой, страничка 136. Я в этом каталоге заказала себе еще две, потому что, обратите внимание, такой цены не было, и почему-то она не очень красиво представлена в каталоге, скажем так, очень как-то скромно, да, но на самом деле я ее очень люблю, потому что вот эта вот кремовая матовая текстура, да, она мало того, что она по текстуре очень приятная, это есть. Субтитры создавал DimaTorzok И в этом каталоге мы можем с огромной стыдочкой передвести для себя матовую губную помаду и полностью. Пару патологов назад эта помада запускалась как новинка, а наш бриллиантовый директор, вот, да, Лена написала мне таких три, она на самом деле нам делала фотосессию, она показывала каждый оттенок на своих губах, на самом деле оттенки потрясающие, классные, и новинка, не новинка, а именно тренд, скажем так, весна-лето 2016, это именно кремовые либо матовые текстуры. Поэтому, конечно же, обращайте внимание на этот продукт, она очень классная по текстуре, она идет с ухаживающим комплексом, там в состав входит органовое масло, которое еще дает дополнительное увлажнение вашим губам. Ну и, конечно же, под помаду, да, или просто без помады используйте различные байзанчики, смягчающие средства, дома, когда находитесь, и у вас нет губной помады на лице, для того, чтобы мы, конечно же, могли всегда, нанося, помочь, шелушаться, сухость на губах, ну, конечно же, используйте обязательно дополнительный уход для того, чтобы сохранить кожу наших губ намного больше увлажненный и нежный. И вот Анна тоже пишет, что стойка Giordani Gold, матовая, вернее, помада, она тоже... Тоже очень стойка. Поэтому, конечно же, если вы хотите стойкую помаду, то обращайте внимание на эти даже... Мы можем прям наблюдать очень близко, как ее растушевать, как правильно наносить губной помаду. ...паду кисточкой, и для того, чтобы сделать губы более объемными и выразительными, то есть объемными и чувственными. Ну, и в завершении уже нашего макияжа, когда мы, конечно же, макияж сделан, когда мы приходим вечером домой, то, конечно же, нам нужно подумать, что мы будем делать, о том, как же мы этот макияж удалим. И мы должны подумать о том, чем мы этот макияж будем удалять. И в наших каталогах вы можете увидеть потрясающие продукты. Три продукта, которые позволяют нам без полезных, без дополнительных каких-то сил и затрат, без того, что там имеем вот такие вот черные круги, под глазами, да, и легким движением, просто приложив ватный диск к нашим глазкам, вы можете очень легкими движениями удалить тот макияж, который у вас был. Два средства, которые подходят для снятия обычной косметики, это розовенький вот этот вот флакончик в середине, да, и прозрачная мцеллярная розничка, и серия Diamond Cellular. И голубая вот эта вот первая баночка, которую вы видите, это средство, в соседействующем каталоге, потрясающие тоже снизки, обратите на него внимание. Если кто-то еще не видел, сейчас вам скажу на какой страничке, страничка 32. Скидка тоже почти 50% сейчас идет на этот продукт. Я его рекомендую всем тем, у кого сухая кожа воплокласс. Я его рекомендую всем тем людям, кто пользуется водостойкой косметикой. Потому что если вы покупаете водостойку... А сейчас у нас идет время, как раз таки, отпусков в нашу тушь, либо из коллекции The One, да, либо из коллекции Верни. И я вам могу сказать однозначно, что в коллекции The One наша тушь 5.1, она не слывается ничем. Вы можете нырять, плавать, она не будет растекаться. Она никуда не денется с ваших ресней. И даже если вы ее захотите чем-то потом удалить, она не удалится. Потому что всегда, когда вы рекомендуете приобрести своим клиентам тушь, водостойку, всегда задавайте им вопрос, ну, как бы, знают ли они, как правильно ее удалять. Или имеют ли они вообще средства для удаления водостойкой косметики. Потому что ваша водостойкая тушь, она действительно очень стойкая. И ничем другим вы ее не удалите, нежели средства специальным для снятия водостойкой косметики. Поэтому, конечно же, думайте об этом. И забудьтесь о ваших клиентах, чтобы они потом тушью обязательно использовали. Раньше, когда я снимала макияж с глаз, да, ну, это было проблематично. Во-первых, вначале я какой-то пенкой там смывала. Потом я все равно эти темные круги вокруг глаз подтирала. Если у нас на вебинаре есть такие же, как я, да, вы можете, ну, как-то дать о себе знать. Потому что я знаю, что большинство таких людей, я очень люблю ходить в баню. И я наблюдаю, я могу сказать, со стороны, как мучаются люди, да, и как они ходят потом, как очковые змеи. Тоже с такими кругами, с этими, да, и пытаются их подтереть. Сейчас, конечно же, это вообще какое-то волшебство. Приложим, вся тушь остается на ватном диске, никаких черных кругов, никаких слез, никакого раздражения. То есть, ну, как бы идеальное решение для снятия косметики с глаз. Ну, и, конечно же, буквально пару слов, пока у нас... Ну, сколько у нас еще есть? Ну, вернее, у вас у нас... Да, все, у нас уже заканчивается макияж, мы переходим к макияжу губ, да. И буквально пару слов я тогда хотела бы вам сказать, даже не то, что как предлагать. То есть, есть сопутствующие товары, когда у вас заказывают один продукт, вы, конечно же, можете предложить. Если у вас заказывают губную помаду, то вы можете предложить губной помаде контурный карандаш, кисточку для нанесения, да. Опять-таки, средства для макияж. Чтобы всегда, что бы у вас не заказали, вы всегда можете предлагать его как тот продукт, как идете в свои продажи. Ну, и, конечно же, дополнительные баллы никому не помешают. Если у вас заказывают тональную осмолу, то, опять-таки, здесь идут кисти для нанесения, конжики для нанесения. Вы можете спросить, а есть ли у вас корректирующее средство, да, либо палочку-вырчалочка, либо тонкий реактор вокруг глаз. То есть, ну, опять-таки, задавайте людям вопросы. Они, может, даже не знать, что это такое, но, опять-таки, имея в наличии, всегда, если есть возможность попробовать протестировать, да, я могу сказать, что это всегда увеличивает вашу продажу. И, конечно же, если вы хотите работать декоративной косметикой, особенно предлагая помаду, то вам нужно иметь пробники. Обязательно. Это тот продукт, ну, наверное, тот инструмент, без которого вообще никуда. Не будут у вас идти в продажи, если у вас не будет набора пробников. Набор пробников – это тот инструмент, который позволяет не только увеличить вашу продажу, там, декоративной косметики, да, вы же все понимаете, что и аромат, мы тоже, скажем так, без пробников никак никуда и не предложим, да, и никак мы, конечно же, не продлижем. Поэтому абсолютно у каждого из вас есть возможность, неважно, сколько вы в компании Арифлейн, да, долго, там, совсем недавно пришли, вы можете заказать там пробников для себя, или, там, нет возможности полностью заказать, вы можете заказать на какие-то отдельные помады, да, но обязательно это тот инструмент, который у вас должен быть как помощник для того, чтобы, конечно же, наша продажа. Если человек взял в руку, нанес, попробовал, ему понравилось, то 100% что он докажет. Очень часто, знаете, когда приходит новый каталог, мы даже сами, вот сейчас третья неделя каталога, я уверена, что есть среди вас, знаешь, такие люди, кто сегодня услышал там о продукте, который идет со скидкой. Вот скажите, есть ли кто не обращал до этого внимания в каталоге на этот продукт, а сегодня услышал и вот увидел этот продукт в каталоге? Есть ли какие? Видите? Есть. Я могу сказать, что я сама не исключение. Когда приходит новый каталог, я его листаю туда-сюда, туда-сюда, 3-4 раза листаю, чтобы хотя бы определиться с ассортиментом тот ассортимент, который сейчас идет на скидке. Потом решаешь там и выбираешь все наборы, те продукты, которые ты будешь продвигать, ключевые, которые ты будешь рекомендовать, да. Ну и потом, конечно же, вот сейчас, например, когда я готовилась к альбинару, я только сейчас обратила внимание, что вот этот вот корректор для бровей, да, вот карандаш, как это из коллекции, марки из коллекции Завашки, он сейчас идет на скидке. Опять-таки, просто не обращала внимания на это, да, и, конечно же, сейчас более подробно уделила внимание на декоративной косметике. Поэтому, конечно, когда мы даем булки нашим клиентам каталог, да, то надеяться на то, что по листах его один раз они могут определиться заказом, что это для себя выбрать, конечно же, это очень сложно. Поэтому рядом всегда должны мы быть, мы должны быть действительно профессиональными консультантами по красоте, и мы должны, соответственно, выглядеть, соответственно, пахнуть, да, соответственно, пользоваться нашей декоративной косметикой, потому что очень часто у меня так бывает, когда заходишь куда-то, и, о, хочу такую помаду, какую-то тебе, да, или там, ой, что у тебя там сегодня такое красивое на глазах, или там еще что-то. И мы, конечно же, очень с легкостью можем порекомендовать тот продукт, которым пользуемся сами. И когда мы что-то любим, мы об этом говорим всегда с эмоциями, с вдушевлением, поэтому каждый тот продукт, который вы хотите порекомендовать, каждый продукт, который вы хотите, чтобы у вас заказали, пропустите. Вначале через себя, полюбите этот продукт сами, да, и потом мы будем еще его предвозраться. И у нас наш макияж уже подходит к концу. Я, конечно, рада была, если вы сегодня что-то узнали новое, но, честно говоря, это из мастер-класса впервые, и, конечно же, вы не видели всей той разницы, да, контраста до и после техники нанесения, но в случае, в Витебске, да, и выездные какие-то, поэтому, если интересно, собирайтесь, организуйтесь, обучайтесь, да, и приглашайте ваших менеджеров, директоров, приходите в офис для того, чтобы видеть, как это все происходит. Сейчас я посажу Ирину к вам поближе, чтобы вы на нее посмотрели, чтобы вы оценили работу этого часа, который прошел, ну и, конечно же, продукт, да, который, все, Ирина у нас готова, да. Ирина, ну давайте тогда я вас попрошу присесть на мое место. Вот наша модель готова, вы можете посмотреть, насколько яркие, красивые получились у нас выразительные глаза, да, насколько ровный, красивый тон лица, и... Я сейчас обязательно сфотографирую Ирину и скину фотографию в чат, у вас у всех будет возможность посмотреть на нее поближе. Да, сейчас обязательно сделаю фотографию и скину. Вы тогда не расходитесь, а я с вами уже буду прощаться, потому что нас уже ждет следующий спикер, это золотой директор компании... Субтитры создавал DimaTorzok